Ну, славышки мои, с джилии начнём или с рэма? Типа рэма на сладенькое или начнём с рэма? А потом добьём всех джилией под конец стрима, это последняя пара за сегодня. Выбирайте! Рэма на сладкое, рэма на сладкое, рэм, рэм, джилия, рэм, джилия, на сладкое, рэм, джилия, джилия, рэм, рэм. Ну, и остановились. Вас не может быть так мало, давайте, пишите. Рэм, андеграунд рэп говно, Светлова сейчас разорвёт, скриньте, да пусть его рвёт, андеграунд рэп как был говном, так и останется. Джилия, джилия, давайте Рамиресом вылечимся, хочу закончить на хорошей ноте, джилия. Залечим раны с помощью рэма, рэм, рэм, рэмом лечиться будем, джилия, джилия, да что ж такое. Окей, хорошо, давайте с джилией начнём, а рэмом потом полечимся, потому что я не готов на такой ноте заканчивать стрим. Вы в целом поровну проголосовали, так что я думаю, что решение за мной, моё решение мы начинаем с джилии. Так, ну, во-первых, такого гиганта мысли грех слушать без текста, это раз. Инстинкт самосохранения говорит не оттянуть начало раунда, как можно более сильно, это два. Даже текст на джине усе есть. Помолясь, поехали. Бога нет, и мы сейчас сами в этом убедимся. Рэм, задать вопрос можно? Ты смотрел фильм «Человеческая многоножка» По мотивам экспериментов Менгеля Йозефа Про врача, который похищает людских особей И соединяет их рты и анусы Приколи хирургическим способом Один к другому, такое шоу Впрягаешься за Джонни В порядке очередности твой рот присоединяется к его жопе Любишь погрязней? Подставляй свою полость Всё переплетено и не опомнишься о дерьмо на лице Твой новый мейкап Заблудился в трёх соснах Не врубаешься, что тут за конкурс Пей тараторий, делать шпагат, но всегда готовый на всё Ранимый микрограмилос, не умой терамирос Зачитаем на милость Та ситуация, после которой мыло Для тебя это триггер Зато за ритминг и римминг залётные модники шарят А Джонни считает, что мой стишок Это абьюз стиля сайт Жертвы бытового насилия в стадии отрицания Фитонити уже обракованными тельцами Утешь мальца своими проколотыми сосцами Сидишь у себя, там пыжишься Обмазываешься нутеллой Мастеришь хейт из говна и веток Пятьдесят оттенков флоу Грязноватого серого с синдромом Туретто Но нет времени метлить, убив себе ни гуателло Чтоб чисто без фальши напить инфальцетом Узри, доктор, весь твой образ Сквозь рентген фото Под опытным проглочен микро И он наполнен отбросами разного рода Твои куплеты и ода Это компиляция рандомных камшотов Плю-ре зеленого слоника С анатомией унитазного гнома Мне почти физически больно это слушать Человек без дикции Без голоса Без флоу Без стиля Без чувства языка И, сука, без полного набора хромосом Что ты делаешь В седьмом рауде, сука Где нет Дипексенса Нет Лжедмитрия Четвертого Нет Оксимирона Нет Золотого Нет дохера Букера Дохера крутых артистов Которые могли бы быть здесь Почему ты занимаешь их место? Мразь! Плейн Дээнджела нет Джонни Боя нет А есть вот это вот И это была треть трека Я как бы Я держался Ты убийца с репутацией Трясешь своими рекомендациями Но стоит приглядеться Обделавшиеся киллы На битах На вентилятор им скиллы Накидай дешевый скример Запитак Спасибо за спектакль А Джилле читает Как-то не так Время прицеливается К идеальному пациенту То есть вообще К любому Стряхиваю пепел В погребальные урны Земля бетоном Объявлять микрофон Монотонно Торжественным голосом Об окончании кремации Такое нелицеприятное хобби Как твой релиз Садист Коммерческий продукт Станет архаизмом Обменяю раунд На вкладыши Из лав-из У меня ненависть Только к плаксам И пластику Мисс Райти Закрой свои нежные ушки Зайка Во избежании травмирования Чувства прекрасного Эскалибур Эталонному потребителю Пабликов Рэм Это жанр В несомнении Новый Стоящий комментариев Есть артхаус Гиперреализм Чернуха Ну а ты Потешная попса Грязнуха Рамиро Ствая с проходом Разлука То, что доктор прописал Но кретины качают бодро Под твой саунд Носителями неутешительных Диагнозов Наполнен твой зал Боишься не тому судяшки Отписать Джо не смог И ты действуй сам Уже сказали понифаны Все, что ты можешь Обо мне сказать Сладкий, как паток А хочешь славы на баттеле Подкидывай хавку с лопаты Им пока они как куклы Глазки закатывают Я не артист А корреспондент Комментаторы Сегодня в нашем угарном Инферно-радио Дискожар Больничной палате Стоны, крики и жалобы И тебе кажется, что это бойни И ты вроде как в роли Мясника-убийцы Но напрягаешь связки До поросячего визга Не намекаю на сам собой Просится вывод Да, ты рили король вечеринок Но только исполняя партию Оперы бикончик на гриле В первом веке рэпа Предсказали будущее Упущенная добыча Вернется с оружием Массового поражения Тинки-винки Состарился в извращугу На кинки вечеринки Подмешивает в напитки Транки Трахает вас в уши Его гости потом гостят в госпитале Турной сон Паленый люк С фрешмен Сгрустнет затру И вдруг покроется струпьями Мыть руки Не посещать массовки Не наступать на люки Но главное Не знать ваших критериев Они слишком душные Вообще не ходить по поверхности А чуть воспарив Хотя бы на один сантиметр От покрытия пола или асфальта А идеальный пациент Тот у которого клад под гипсом Он больной Очень глупый Очень богатый Я не хочу это останавливать Просто чтобы это быстрее кончилось Я потом выскажусь Не ходить по поверхности А чуть воспарив Хотя бы на один сантиметр От покрытия пола или асфальта А идеальный пациент Тот у которого клад под гипсом Он больной Очень глупый Очень богатый И пальма тупости улетает в Сыктывкар Или откуда он там Вообще насрать Чисто фонетически Сыктывкар Ему должен быть близок У нас есть первый человек Который не получит максимальный балл За раскрытие темы Потому что Все что у него есть по теме Раз Ну это в общем даже не по теме А все остальное Тупо Дис Нарамироса Ну вот это вот Типа Типа он подопытный Это не идеальный пациент Во-первых пациент это не подопытный Давай мы с этого начнем Тельцами Сосцами Люди которые предъявляли Нойзу за эту рифму Переобувайтесь быстро Обмазываешься Нутеллой Убей себе Нигу Господи Блядь Раз Упоминание темы Дис 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 Дразнилки 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 Чуть-чуть больничной тематики Это кстати не раскрытие темы еще Вот это вот Это еще не раскрытие И вот тут только по теме Это не максимальный балл За раскрытие темы Особенно на фоне всех Кто был до этого Думаю вы с этим спорить не будете Извините Я очень быстро хочу по этому пробежаться Потому что я чувствую себя грязным Даже просто касаясь этого ушами Но Мы все-таки будем конструктивны И будем разбирать каждый отдельный параметр Так Раскрытие темы Я только что вам по нему все показал Раскрытие темы Ну единицу мы ставим за упоминание Здесь ну Хорошо Два балла Это большим авансом Это я поднатягиваю Полтора на самом деле Ну Тем не менее Хорошо Структура текста На всякий случай Лексика Ударные строки Панчлайны Художественные приемы Интересные мысли Игра слов И прочее Давайте попробуем что-нибудь из этого найти в тексте Джилии Как твой релиз садиствуд Коммерческий продукт станет архаизмом Обменяю раунд на вкладыши из Love Is У меня ненависть только к плаксам и пластику Мисс Райте закрой свои нежные уши Зайка во избежание травмирования Чувства прекрасных Панчлайнов и интересных мыслей завались Тинки Винки состарился в извращугу Фрешмен взгрустнет за тру и вдруг покроется струбьями Понимаете в чем как бы у меня конфликт Это даже не отвратительно Это просто никак Это отвратительно именно с точки зрения того Как это безидейно, плоско, скучно, безлико, безэмоционально Непрофессионально сделано Просто чувак не умеет читать, не умеет петь, не умеет исполнять Он просто говно как артист Он наверное прекрасный парень Он наверное хороший друг И может быть он не знаю Хороший специалист в своем деле Если у него есть какое-нибудь дело Помимо клепания этой хуйни Ну блять, это ж говно Оно безликое, оно никакое, оно не запоминается Ни одного вопроса к его творчеству Творчество, пожалуйста, как анонизм Каждый занимается так, как ему нравится Учитывая критерии батла Как ты дошел до седьмого Просто как ты дошел до седьмого Да еще и в общем проходя довольно достойных ребят Каждый из которых в 10 раз сильнее тебя Я не понимаю Дерьмо на лице твой новый мейкап Любишь погрязней, подставляй свою полость Сука Твои куплеты и оды Это компиляция рандомных камшотов И опять же Ну вот не надо Быковать там, где ты реально В 10 раз слабее Еще раз Джиле Зафиксируйте Вот сейчас Джиле предъявляет Рамиресу Уже смешно, да? А теперь смотрите за что Ты обделавшийся килла на битах Джиле Рамиресу говорит, что тот Обделавшийся килла на битах Прошу прощения, а кто тогда ты? Если Рамирес дешевый скример Запятак Кто тогда ты? И вот на этом вопросе На вопросе А кто тогда ты? Джиле уходит нахуй сразу Но мы все-таки про критерии говорили Поэтому Художных приемов Интересных мыслей Игры слов Тут залейся Ничего вообще Ни-ху-я Это один балл Там есть несколько находок Которые Ну чисто как дразнилки смешные Но в целом Структурно отвратительно По рифме Диапазон от одного до трех На всякий случай Фанаты Джиле Лайтем Фломастер Влада И прочие люди С какими-то странными Взглядами на мир Вот чтобы вы Могли Своё судейство Скомкать И пропихнуть себе в жопу Я сейчас буду проговаривать Каждый критерий Чтобы показать Насколько вы Подтираетесь этими критериями Когда отдаёте голоса Насколько вы просто Плюёте На зрителей На турнир Просто потому что Вы как-то тешите Свои амбиции Вы как-то тешите Свой блять Синдром вахтёра Что у меня есть Вот эта маленькая власть И сейчас-то я отыграюсь На всех Кто мне не нравится Смотрите Сука В критерии Рифма Диапазон от одного до трех Где три Сложная рифмовка В треке с высоким баллом За структуру текста И с соблюдением Лексики А ноль Это простая рифмовка В треке с низким баллом За структуру текста И Несоблюдением Лексики А теперь Смотрите сюда Один к другому Такое шоу Впрягаешься за Джонни И в порядке очередности Твой рот присоединяется К его жопе Любишь погрязней Подставляй свою полость Всё переплетено Не умеешь опомниться О дерьмо на лице Твой новый мейкап Вопрос по рифмам Ищите рифмы Как только Фломастер Лайт Эм И другие интеллектуалы Найдут Мне здесь Как написано в критериях А именно Как только они мне найдут Сложность И нетривиальность Рифмовки Не, нетривиально пиздец Так никто из нормальных людей Не делает Но как только вы мне здесь найдете То, что есть в критериях Дайте знать Давайте дальше Заблудился в трёх соснах Не врубаешься Что тут за конкурс Петь Тараторить Делать шпагат Но всегда готовый на всё Ранимый микрограмилос Неумытый рамирос Первая рифма Зачитаем на милость Ещё раз Зарифмовал Красава Три раза подряд справился Молодец А ситуации После которой мыло для тебя Это триггер Три слова срифмовал На Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать срочек Три слова И тебе кажется, что это бойня И ты вроде как в роли мясника убийцы Но напрягаешь связки До поросячего визга Убийцы Визга Это не рифма Не намекаю Но сам собой Просится вывод Да, ты рили король вечеринок Но только Исполняя партию оперы Бекончик на гриле Как только вы найдёте здесь Сложную нетривиальную рифмовку Позвоните Это минимальный балл за рифм Это единица Это отвратительно По рифмовке Моё любимое Исполнение Техника От нуля До четырёх Вот опять-таки Все люди с мозговой дисфункцией Прильните к монитору Мы с вами прослушаем Аудио Отрывок Чтобы не истязать вас Короткий Накачают бодро под твой саунд Носителями неутешительных диагнозов Наполнен твой зал Боишься не тому судяшки отписать Джо не смог И ты действуй сам Уже сказали пони фаны Все что ты можешь обо мне сказать Сладкий как паток А хочешь славы на баттеле Подкидывай хавку с лопатой Пока они как куклы Глазки закатывают Я не артист А корреспондент Комментаторы Сегодня в нашем угарном Инферно радио Дискожар Больничный палат Вопросы? Нет, если у вас останутся вопросы Я могу прям разобрать Почему, чувак Похуй как попадает в бит Почему вообще похуй как читает Вы мне предъявляете за то, что я не шарив Что такое читка на слабые доли Вы если услышите настоящую читку на слабые доли Вы охуеете отсюда и до послезавтра Я могу вам сделать этот разбор Если у вас есть такое большое количество вопросов Но после того, как кто-нибудь из вас Согласится со мной на совместный стрим Мы прямо на совместном стриме и посмотрим Вы выскажете свои аргументы Докажете мне, что я бездарь Ничего не понимаю в теории музыки Ничего не понимаю в слабых и сильных долях бита И докажете свою позицию Прямо перед аудиторией А я, в свою очередь, выскажу свою Продолжаем Техника подразумевает В исполнении споставленной стилистической задачи Оценивается от нуля до четырех Где четыре является безукоризненным исполнением Без запинок, съеденных слогов, зажеванных слов, оббитых Промахов по нотам, непоставленного голоса И любых других недостатков А ноль – противоположная ситуация В которой исполнение изобилует техническими провалами Исполнение этой композиции Изобилует техническими провалами Это противоположная ситуация Но Хорошо, ладно В целом Я готов один балл Хотя по формулировке Это чистой воды ноль Это противоположная ситуация В которой исполнение изобилует техническими провалами Но Он хоть как-то живет в бите У него хоть какая-то жизнь относительно частей теплица Я ему немножко подкину до единицы. Так, ритмика и фишки. Ой, тут было и напевки, и вокал, и триоли, и дабл тайм, и твист, и интересные вставки, а еще красота и сложность рисунка ритмики. Просто наличие того или иного приема не говорит о том, что он выполнен хорошо. Оценивается в диапазоне от нуля до трех. При этом учитывается только удачные решения, по мнению судьи. Что они мне скажут? Ну вот, это технический прием, ты просто говно не шаришь. Я возьму их вот так и тыкну носом в критерий, где сказано, что учитываются только удачные решения, по мнению судьи. Читать так, как будто ты бит вообще не слышишь, а просто говоришь, а потом подставляешь рандомный бит в похожем BPM, это неудачное решение, по мнению судьи. Па-бум, па-па-па-па-пум. И это 0 баллов. И теперь харизма и атмосфера. У него есть всратенькая такая микрохаризма. На самом деле, ну она есть. В отдельных частях трека есть интересные моменты с эмоциональной составляющей. Это критерий 1. Тут вот тут расписано, я не буду все озвучивать, но то, что он сделал, идеально соответствует критерию на единичку. В отдельных частях трека есть интересные моменты с эмоциональной составляющей. 1. Общее впечатление. 0. Вот тут идите нахуй. Тут чисто субъективное восприятие. Отвратительное говно, которое никому не надо слушать. Итого, Джилия набирает 6 баллов из 22 возможных. Повторяю свое предложение. Если вы проголосуете за Джилию и при этом претендуете на то, что вы умеете складывать хотя бы слова в предложение, задумайтесь. Возможно, стоит объяснить свою позицию. Я готов вам дать платформу. Давайте рамослушать. Сейчас чат почитаю немножко и полечимся. Они скажут, что это фишка исполнителя. Я уже общалась с одним судьей. Я общался тоже с несколькими. И я понимаю, что они так скажут. Но критерии на то и критерии, чтобы не все оценивать по ОВ. Ждем 24-часовой стрим по разбору судейства. О да. Я обещаю, если Рамирос летит от Джилии, я сделаю стрим, где буду тупо стримить чужие судейства этой конкретной пары. И разбирать аргумент каждого имбецила, который эту пару судит. Вот прям реально. Не каждого, который судит, а каждого, который отдал голос за Джилию. А после этого буду очень настойчиво приглашать их в прямой эфир. Давайте. Вы судьи. Вы в прямом эфире судите. Вы взрослые люди. Вроде как без какой-то модулярной дисфункции. Значит, вы в состоянии аргументировать свои действия. Поставить оценку – это активное действие. Его нельзя сделать на автомате. Значит, вы в состоянии это аргументировать. Приглашаю. Давайте. Отказ в данном случае будет говорить гораздо больше, чем согласие. Отсутствие ответа здесь само по себе, ребята. Ответ. Я нахер бунт устрою, если Рамирес слетит от Джилии. Если бы пришли, да не придут, конечно. Язык в жопу и пошли. Давайте Джилию на ЗБХ пригласим. Кек. Не скверняй рубрику, пожалуйста. Н. Неадекватность. Есть одна штука, что те, кто отдают за Джилию, не судят в прямом эфире, ибо форумщики не умеют пользоваться стримом. Блядь, если это правда, это будет очень смешно. Джилейшн Пи, где Пи пиздец. Рифмы тут есть? Вообще нет, нету. Другому шоу. О, начинается разъеб по фактам. Я, конечно, все понимаю, но у Семнашки беды с башкой. Я полностью согласен. Джилия Олег Монгол на 140 бпм. Панч уровень. Витя СД. Читка уровень МС с Марса. Ну, где-то так и воспринимается. О, бедный-бедный Рэм. Ну, бедный Рэм должен был как минимум послушать пару его треков, чтобы написать какой-то дис на него, если там был дис. Тогда, как бы, да, бедный-бедный Рэм. А кого, кстати, он прошел? Он прошел Дженни Боя в прошлом раунде. Чекни. У меня на втором канале по ссылке в описании Ньюбергское кладбище есть судейство этой пары. Восхитительно. Джилия, как я вижу, любимчик Ньюберга. Ой, у меня много любимчиков. У меня МС с Марса был любимчиком. У меня был любимчиком, по-моему, ММФ. Но они все нахуй сходили в итоге, а этот пока держится. Наступила моя любимая часть трека, ну, когда он молчит. Бля, Элю Мэйт был не в порядке, когда судил эту пару. Элю Мэйт, братан, хорошо, ты не душнилась с пихпохру. Если ты правда отдал победу Джилии, пожалуйста, ты блогер, ты стример. Ну, хоть ты не ссы. Приди ко мне на стрим. Давай просто с тобой созвонимся в скайпе, и ты в прямом эфире объяснишь людям, какого хуя. Вот серьезно. Типа, мне до пизды на просмотры, мне до пизды на твоих подписчиков, как бы. Просто в моем мире, в моей голове, ты всегда был адекватным. Че случилось? Конец, заебись, он молчал. Последний, подряд прям, комментарий. Последняя секунда норм, в которой он молчал. Кровь у меня еще на четвертом раунде кончилась. Кто этот минус писал еще больнее? Кстати, минус отвратительное, блевотное говно. Это по ощущениям похоже на МСАнтик Артешника. Но это не настолько хтонически, но это не настолько весело, как МСАнтик Артешник. Это просто очень плохо. Ритмика и рифма умирают. Ребята, если вы думаете, что у вас такие смешные комментарии, на самом деле нет, это истерика, это посттравматическое. Страшно, очень страшно, пишут. Он прошел Джонни Боя. Дима, пощади, у меня кровь потекла, я скоро буду молить о смерти. Я плачу и смеюсь. И слезы, и кровь. Какая унылая хуета. Я ожидал худшего. Я уже говорил, естественный отбор Элюмейту судья. Я не понимаю, что с Элюмейтом. Серьезно. Вот я посмотрю на судей, которые отдали победу Джили, и после этого приглашу их к себе. Хоть всех разом. О, нет, это будет плохо. Блин, а ведь Элюмейту и правда надо в дурку. Ну, я надеюсь, у него есть аргумент. Вот вы смеетесь, а с таким судейством он и в финал может попасть. Я отказываюсь стремить в Сиблашку, если это будет. Я подписчик Элюмейта, тебе до пизды на меня. Мне до пизды на потенциальный хайп от прихода Элюмейта. То есть я не хочу на нем похайпить, типа, аааа, я ноунейм сейчас буду хайпить на Элюмейте. Во-первых, кому сейчас не похуй на Элюмейта. Во-вторых, окей, приди просто без объявления на стрим, чтобы я не смог на этом похайпить. Досрать. Я хочу вот тебя услышать при аудитории, чтобы она была нам свидетелем. Потому что ты был когда-то вменяемым. Что изменилось? Элюмейт, я тебя, может быть, не выебу, но окажу тебе еще и конкуренцию в настольный теннис, если ты придешь. Я тебя и в настольный теннис хочу обидеть, и словами, если ты правда проголосовал за Джинниуса. За Джинниуса? Вот за этого Джинниуса из Череповца. Все. Меня и английский язык, и русский покинул. Меня, в принципе, все модули, отвечающие за речь, погорели. Рэм крутое, как минимум, по прошлым трекам, хотя шестой раунд у Рэма был хуже, чем пятый, на мой взгляд. Но посмотрим, сделал ли он выводы, во-первых. Во-вторых, вы все помните Рэма с Рэмом. Если вдруг, кстати, кто-то новенький на канале, кто-то не смотрел. С грязным Рамиресом у меня есть полуторачасовой, по-моему, подкаст. В рубрике «Завтра будет хуже» на канале прям перейдите. Посмотрите, безумно интересно. Серега очень открытый, очень приятный чувак в общении. And we go, погнали! Снимительно раскидываю ветви нервов. Снова озябшим соловьем пою «Тянусь до неба». Не хочу старости вино видеть во жухлых венах. До маяком накрыл света спать под жуля верно. Тяни за ниточки ресниц, моя слепая вера. Вонзи в меня свои амбиции на хилицерах. Мне видно только два пути, порог до авиацина. Мое наследие уродливо, но бесценно. Я не забуду лес. Сук, все финтов огонь, до первобытной рев струн. Я управляю толпой, что накипело все вслух. И кто меня остановит, я же аз напомни. Сколько лет уже имя мое посетать на пике билборда. Я кайфую, как никто другой. На сцене я забываю боль. На сцене от самоотверженно. Но кто осудит за то, что рок-стар запутил до так, Что когда нету из палат, внутри которых я голым? На подоконнике танцую. На подоконнике танцую. На подоконнике танцую. Я сам себе хозяин кардинал. Поверьте мою дочку кардинал. На подоконнике танцую. Никто не тянет, кто веди меня. Я хочу пакту, где-то злобно танцую. На подоконнике танцую. Вдыхал эту жизнь мокровыми настрями. Бил в окна Авертона, за которыми мы застрялись. Кидался бунтарем, спал под висящими мостами. Все потому, что я шевелил языком почаще, чем мозгами. Пусть меня не покинет гордость. Я буду лететь свободно. Образ это мой козырь. Дайте мне личный Оскар. Все так просто. Подумали, что 7 пятниц на неделе. У меня черная суббота каждый день. И я в ее омоте танцую. На подоконнике танцую. На подоконнике танцую. Я сам себе хозяин кардинал. В обвините мою точку кардинал. На подоконнике танцую. Никто не тянет, кто веди меня. Я хочу пакту, где в нас опытом танцевать. Я для ваших лабораторий, для общих целей. Буду как подопытный коллег, ведь обессынен. Возьмите мою кровь в панацею. Мои гены сверхчеловека. Я же не знаю, траве он всегда без обделений. На подоконнике танцую. А вот эта яма прям фальшиво звучит. Прям наигранно. Так, давайте по первой части. Я немного завис, когда Рэм стал, когда я в тексте еще увидел, до того, как он произнес, про не зря себя травил десятки лет. Он вроде как, у нас разница в возрасте года три. Типа десятки лет, я такой, э, что? И тоже там про висящие мосты, тоже вроде как не в Нижневартовске. Или ты спал под висящими мостами. Короче, у меня много вопросов возникло по тексту. То есть, то ли он не от своего лица поет, то ли это что-то очень странное. Я, короче, немножко не вдуплил. Sorry. Если кто-то знает, напишите в чат, пожалуйста, я прочитаю с удовольствием. Но как он вырос по вокалу? Как бы, помните, я охеревал еще в пятом раунде, получается, что Рэм экспериментирует с вокалом, но это на 10 голов выше? Это на 10 голов выше как трек? Это на 10 голов выше по вокалу? И, ну, здесь, конечно, не так раскручена, не так полно раскрыта тема. То есть, я ее не считываю, это раскрытие. Но, ну, там, на 2 балла из 3 у него раскрыто. То есть, тут дальше упоминание все пошло. Просто, ну, я не готов сказать, что он раскрыл там на равных с Дамилолой, с Катровасером и так далее. Даже с Хая. Но, в целом, как бы, очень-очень приятно слушается трек. Прям профессионально, прям выверенно. Прям вот, я люблю такие треки. Это на Рэма не похоже. Я говорил в подкасте с Рэмом, вы слышали? Я вообще не фанат его музыки. Мне не заходит такая музыка. Но вот это мне нравится. Вот это я себе закину в плеер. Вот эту часть. Я вижу, что тут еще, тут еще 2 минуты что-то происходить будет. Видимо, вторая часть, судя по тексту. Вот, не знаю насчет второй, но первую я себе точно, абсолютно, она уходит мне в плеер. Правда, без этой ямы. Яма какая-то фальшивая и наигранная очень. Но, ну, точнее, она там, типа, дешевой актеркой отдает очень сильно. А весь трек, бит, охуевший бит. То, про что я говорил, про то, как я бы проходил Крида. Когда вы меня спросили, как бы я проходил Крида, я выстраивал свой геймплан, вот что я бы давил на это и на это. Вот, я бы что-то подобное, наверное, делал. Но только в своем стиле. У Рэма более, более хулиганский стилек. У меня был бы более пафосный, более элитарный, более эпичный, более красивый, конечно, инструментал. Но, тем не менее, вот живяк, что делает хороший живяк. Ну, как бы это слушается совсем по-другому. Вот у Нойза есть такие треки, которые слушаются благодаря живому звуку, совсем по-другому относительно треков семнашки. И вот Рэм влетает с двух ног. Как бы вот этот трек, за исключением раскрытия темы и каких-то мелких шероховатостей, я не знаю, надо их перечитать по тексту, это максимальный почти балл. То есть это офигенный трек. Это, в первую очередь, двойка по ОВ. То есть я буду его слушать, я его себя вот в таком виде готов отрезать и оставить, не знаю, что во второй части. Но мне очень нравится. Пока от оценок воздерживаемся, давайте вторую часть слушать. Пицца, фейма, только теперь добился инсульта, так и напрёк тебя жёстче, чем самых жирных тёлок, фитнес-инструктор. Говорят, ты нормальный тип, но мне в это верить так круто. И твой отец тебя ненавидит, ведь ты однажды вылез из трупа. Хаслю на твоём лице, ты читаешь, как хаски, ДТП. Залетишь без маски на ББ, и тебя размажут, как ЭСЭ. Потянулся, чтоб и не скучать, я ебал твою гадскую червя. Коль и так, сука, не чеши чердак, опишу твои все черты-черта. Вот и судьи, что ты нам там поёшь, пой в ноту, запомни, так не пойдёт работы. Я помню каждый урок, бесспорно, только вот теперь на горизонте очередной долбоёб, он порв. Я готов сразить на бою, рвать глотки, и по боку кто там в строю, он форум, но если так, то ваш друг порван. Жил ты просто догер, ты в мой капкан попал в итоге, да я свожу с ума тут ноги, даже мой битмейкер сводит ноги. Я без башки, как Эпертокен, я влез в ваш мир, чтоб или боги, я зачитал в прямом эфире, что под джиги, блядь, отлетели брови. Ха-ха-ха, прям ты чё, сумасшедший, читать твой рэп сложнее, чем отжечь их. Я буду по послам, чтоб ебать женщин, но для начала мне надо поджечь их. Фан-база, надо поджечь их, всех сразу надо поджечь их, как зараза, я будто нечисть, у вас нет спасу от моей желчи, блах. Вся моя жизнь ты сатириком, я видел долбоёбов больше, чем масляков, вот так повезло, на таких этапах всем сойти легко. Но я не все, так что готовьте троп. Не срадь на ваши успехи, не срадь на то, что вы где-то там были первыми, давай честно. Косной меня, расскажи про все мои тесты, будто я бездно. Проводи опять свои тесты, внутренний кризис всех моих действий, так интересно, что все прониклись, тут же поникли вот свои средства. Я не буду тратить время на то, чтобы копать мусор, кто ты такой? Всем так похуй на твоих хиков, что будто я баслю самим собой. Я так высоко, что как-то задеть меня, вам не хватит тысячи стов. Я давно закончил школу, но до сих пор перепрыгиваю через козло. Обидно, когда ты и подойти не достиг, что стараешь шиле, когда в суперасту уйдёшь в утиль. Я в детстве ничего не видел, кроме полиции пил, сейчас я вижу, как ты крошишься, теперь саму фирма пил. На зло движу, на зло потом ко мне пустил опыт, не знаю, где мой маршрут. Пришел бы только сюда, чтобы идти за рамки, навести шум. Я готов взорвать это два тыла, если я фанатов слово держу. Это теперь не автоматная очередь, это мои слюни влетать, грёбаный шут. Концовка огонь. Два момента хочу отметить. Первое, за что я не очень люблю его музыку. Особенно старт. Ну то, что она вся на одном уровне, она очень монотонная. Он как бы влетает в бит и дальше на максимальной громкости шпарит всё время, ничего не меняется. Уши быстро устают от такой музыки, потому что она очень однообразна. Здесь он явно работает и явно развивается, потому что у песни есть части, есть моменты, где он активнее, где он наоборот сбавляет накал. За счёт этого интереснее слушать. Ты не отвлекаешься. То есть нет такого, что ты начинаешь вдруг уже расфокусировать внимание и фоном слушать, потому что тебя трек развлекает. Меняется манера, меняется бит, там в какой-то момент вот эти вот появляются такие типа струнные, но они компьютерные насквозь, такие цифровые. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Во второй части, которые, когда появились, я прям почувствовал, как я оживился внутренне, потому что они движняка очень добавили. Опять же, он не орёт всё время на пределе своих возможностей. И это отправляет в молоко претензию Джилла по поводу того, что постоянно орёт на поросячьем визге. Нет! Чувак, он поёт. Он поёт гораздо лучше тебя, к слову. Он читает гораздо лучше тебя. Он разговаривает. Он разнообразный. Его интересно слушать. Он звучит как профи. Потому что он, блядь, профи. И поэтому он имеет столько подписчиков, он имеет столько всего. А что ты не имеешь и никогда не будешь, если не изменишься. И вторая мысль, которую я хочу отметить, по поводу нашего подкаста с Рэмом. Рэм говорил, что он хотел бы попасть в пару на подкасте, можете посмотреть. Он там говорил, что он хотел бы попасть в пару с Кридом. И он бы на месте Крида ничего не говорил почти про себя. А просто сказал, типа, я вообще не ебу, кто ты. И смотрите, эта мысль отзывается вот здесь. Вот я не буду тратить время на то, чтобы копать мусор. Кто ты такой? Это вот та самая модель, которую он использует, как бы ставя себя на позицию Крида. А Джилла на позицию себя. И, ну, видно, что у чувака работает башка. Мне не так нравится вторая часть. То есть я бы ее, например, ну, только под очень какое-нибудь такое соответствующее настроение бы закинул себе в плеер. Слушать я ее скорее не буду, хотя она прикольная. Ну, все, вот это вот, ну, я понимаю, что это приметы стиля. Но мне кажется, что Рэм из этого вырос уже, на мой взгляд. Мне кажется, что это уже довольно неуместно выглядит на фоне его, опять же, сильных сторон. Ну, выросшей техники, вокала, крутого продакшена, того, что он востребованный, взрослый парень уже. Ну, как бы, ну, пора перестать вот играть, на мой взгляд. То есть мы же все понимаем, что это, ну, в общем, мягко говоря, не очень серьезно. И вряд ли уже кого-то цепляет, потому что это уже не ново. Это уже было 20 раз. Короче, ну, такие моменты у меня... Так, то есть это, наверное, не уровень 21 балл. Если бы был без батлового трека, не знаю. Вот без батлового трека офигенно вообще. С батловым треком, ну, такое. Ну, прям такое. Ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Как бы, особенно на фоне Джили. Вот теперь, когда послушал, я могу засвидетельствовать. Если Рэм с вот этим слетит от Джили, семнашка, я буду делать много контента. Про вас, долбоебов, позорных. Я просто буду брать за ноздри вот так вот удаленно каждого двухкопеечного долбоеба, брать его судейство и на стриме разбирать. Вот прям, реально будет огромный стрим, где я буду тупо смотреть чужие судейства. Пока кто-нибудь из вас не наберется смелости прийти ко мне и защитить свою позицию. Потому что вы взрослые люди, вы должны уметь аргументировать свое мнение. Итак, давайте отсудим Рэма. Это последнее на сегодня. По раскрытию темы. Блин, на два трека вот этих вот, на пятиминутных, мне не хватило. Я либо не понял раскрытия, либо его просто здесь мало. Но его точно меньше, чем у Нойза, чем у Катравасера, чем у Хая. Я не готов сказать, что Рэм был вровень с ними по раскрытию. Это два. Ебать, у Рэма ничья с Джили по этому параметру. Структура текста. Мне очень понравилось, даже непривычно для Рэма по тексту, по лексике, по оборотам в первой части. Во второй это привычный Рэм, понятный Рэм. В смысле, для его аудитории. Это то, что я и представляю себе, когда говорят грязный Рэмирс. А вот это вот, по образом прикольно. Местами, мне кажется, что там количество слогов в строку не помещается. Но он всегда так пишет. Ну, например, на пике билборда это безграмотно. Сколько лет уже имя мое восседает на пике билборда. Во-первых, восседать на пике неудобно, чисто физиологически. Во-вторых, ну, все-таки в топе билборда, наверху билборда. Но на пике это неудачно с точки зрения языка. Мне видно только два пути порог до авицена. Я понимаю, что он имеет в виду, но тоже высказано довольно коряво. А в целом, ну, за исключением таких мелких косяков, которые есть тут равномерно по тексту, в первой части, ну, реально, вот это вот все, оно цепляет. И это неожиданно, опять же, с точки зрения ожиданий по Рэму. Ну, то есть, это точно на две головы выше, чем у Джили. Вопросов быть не может. Лексика, ударные строки. Ударных строк там дофига во второй части. По лексике, по художественным приемам, по интересным мыслям, мне очень понравилась первая часть. То есть, в целом, это не максимальный балл, именно по тексту. Рэм все-таки уступает, опять же, и Нойзу, и Котровасеру, и Палачу. И Кусане даже он по тексту уступает, именно по тексту. Но он, в первую очередь, силен как исполнитель. То есть, в рамках батла, да, здесь предмаксимальный балл, здесь три. Но крепкие такие, очень уверенные три. Рифма. От одного до трех. Сложной рифмовки тут, по-моему, не было. Я сейчас перечитаю, конечно. С первого раза понять не очень просто. Навиценно, бесценно, рев струн, все вслух. Ну, в общем, как и большинство, опять же, успешных коммерческих музыкантов, он на рифму здесь не дрочит вообще. Ноздрями застряли, мостами, мозгами, и нигде, кроме концов строк, этого всего нет. Ну, рифмовка нормальная для поп-трека. Вот здесь уже, конечно, гораздо плотнее нарифмовано, потому что тут он явно хочет высказаться, тут явно ему важнее красота текста, красота мелодии, чем вот этот дроч на рифму, абсолютно спортивный, тупорылый. Здесь спортивно как раз. Блядь, ну, у меня аллергия, конечно, на рифмы, на аббревиатуры, типа ТП, ВБ, СД, ну, это не рифмы, это хуйня из-под коня. Так очень просто писать. Ну, здесь вот, да, все плотненько. Я в детстве ничего не видел, кроме полейсии пил, сейчас я вижу, как ты крошишься персом у ферма пил, на зло дышу, на зло подонкам я бустил опыт. Я знаю, где мой маршрут, я пришел в итоге сюда, чтобы выйти за рамками, навести шум. Я готов взорвать этот батл, и для фанатов слово держу. Это тебе не автоматная очередь, это мои слюни влетают в гребаный шур. Я, кстати, про слюни влетают в гребаный шур уже где-то слышал, по-моему, это какая-то, по-моему, это цитата из-за откуда-то. Что-то знакомое. Вот, но в целом плотно нарифмованная вторая часть, и слабо, откровенно, по рифмам сделанная первая. То есть по критериям здесь надо снижать по сумме. То есть здесь нельзя ставить максимум, но при этом сказать, что это было по ровну с Джилией невозможно. То есть здесь надо ставить такой промежуточный балл. У Джилии было гораздо хуже по рифме. Прямо гораздо хуже. Исполнение, техника, офигенно. Вот реально, рэм меня удивил. Как он вырос по вокалу. Ну, то, что у него пулеметная читка, абсолютно такой питбуль, который вот такой... В втором треке, я к этому привык, меня этим не удивить. А вокал, а то, как у него куплеты выстроены, как припевы, как сменяются части, это круто. Это прям вау-эффект вызвало, и это хочется переслушивать. И у меня сейчас крутится этот припев. Вот на подоконнике танцую. Вот на подоконнике танцую. Он прям вертится в голове. Блин, круто. Реально. Разнообразно, самобытно. Если рэм будет дальше развиваться в этом направлении, мне кажется, что он вырастет в еще более крупного артиста. Если у него останется эта выверенность какая-то... Знаете, вот в нем появляется профессионализм. Он раньше был задиристым хулиганом, который много набирал очков за счет того, что он такой энергичный, такой вайбовый. Но это все было очень так колхозно, непричесано как-то вот... Ну, как получится, он читал. И писал. А сейчас в нем появляется вот эта выверенность. В нем появляется профессионализм, взросление. Это очень круто. Это гораздо круче, чем сидеть в ебаном андеграунде до старости и ворчать про то, что все вокруг попсари. Быть попсарем гораздо круче. И Рэм это показывает. Ну, вот посмотрите этот трек, первый. Вот первую часть этого трека. И какие-нибудь старые его треки времен Сиды Рэма. Поймите, почему быть попсарем заебись. За технику, ну, здесь я максимальный балл ставлю. Здесь все отлично по технике. Ритмика и фишки. Очень прикольные с точки зрения разнообразия приемов. Я напоминаю, просто в ритмике и фишке. Это и напевки, и вокал, и дабл тайм, и вставки, и красота, и сложность рисунка ритмики. Здесь было это все. И мне, опять же, хочется поставить максимальный балл. По вокалу, по читке он разносит в щепки. Ну, то есть тут, если кто-то за технику поставит Джили выше оценки, чем Рэму, вы знаете, что делать. В дурку звонить, блядб! И последнее, харизма и атмосфера. Мне не очень понравилась атмосфера второй части. Ну, просто не моя, я не целевая аудитория. Но при этом она целостная, она как бы, ну, такая, Рамиресовская. Причем даже относительно Рамиреса вторая часть выросла, говорю, потому что там есть развитие частей, потому что там блоки сменяются относительно друг друга. Это не сплошная лавина флоу, которая давит на уши перманентно. Это вот прям такая лесенка, как по американским горкам. Просто если в первом треке разброс вот такой вот, то во втором он гораздо ниже. Из-за этого кажется, что он однородный. Но на самом деле, если сравнить его с монотонными батловыми треками, то это будет гораздо круче, это будет гораздо разнообразнее. Я разрываюсь между 3 и 2. Между исполнителем продемонстрировал очень сильную харизму. И между исполнителем неплохо передал эмоцию, создал приличную атмосферу. Потому что меня немножко подкашивает второй трек. Но кажется в этом больше от того, что мне стилистически не нравится этот трек, чем от того, что там плохая харизма и плохая атмосфера. Харизма у Рэма охуевшая. Атмосферу он нагнал прям как на... Нет, ну скорее это максимальный балл. Скорее это максимальный балл за исполнение. У Рэма в принципе 10 из 10. То есть по исполнению, ну он действительно очень крутой. То есть я не вижу никого здесь, кто прям радикально круче был. Тут и вокалы, и читка, и актерка. Все хорошо, только актерка в яме. Но это, блин, за нее снижать, наверное, бесчеловечно. И по общему впечатлению, разрываюсь между 1 и 2. Я точно себе в плеер отправлю первый трек. Он прям крутой, он до сих пор вертится у меня в голове. Но, хотя, блин, ну может быть какие-нибудь занятия спортом, например, под спортзальчик. Я бы себе и второй добавил. Ну вот чисто когда вот этот долбежка без оглядки на текст идет. 1 или 2, 1 или 2, 1 или 2. Ну, блин, ближе к двойке. Мне все-таки слишком понравилась первая часть. И того по сумме, значит тут за текст потерял баллы. 19 баллов. Да, кстати, вот смотрите, вот эта честная оценка. Я согласен, что у Рэма где-то поровну с Хаем. Вот у них по 19 баллов. Итого со счетом 19-6 грязный Рамир обязан проходить Джилию. Может быть с другим счетом, но проходить обязан. Потому что разница больше чем в 3, сука, раза. Если форумные говноеды с пихпохру протащат Джилию, у нас будет масса негативного такого хейт-контента. Я вас предупреждаю. Я спускаюсь в чат, смотрю, что вы пишете. Потому что нормальные музыканты не дрочат на рифмы. Полностью согласен, все время об этом говорю. Все крутые музыканты не получают максимальные оценки. Почти все крутые музыканты почти не получают максимальные оценки за рифмы. Это нормально, потому что спортивный дроч на рифмы, ну это как бы не про творчество все. Почему попсари не дрочат на рифмы? Потому что в погоне за рифмой ты теряешь очень много других, более важных вещей. Потому что рифма должна просто не мешать в треке. А в погоне за рифмой ты очень скован становишься в отношении текста. Ты очень скован в отношении движения, напевности и всего прочего. Потому что рифма слишком много внимания на себя тянет. И она убирает, соответственно, внимание от более важных, с точки зрения попсовых треков, вещей. Напевность, того, как это запоминается. Того, как четко, как красиво, как емко высказана мысль. И так далее. Дим, ты понял, что первая часть от лица Ози Осборны? Нет. Но это как бы невозможно понять. Это Рэм сказал или это вы придумали? Ну, если это написано от лица Ози Осборна, тогда там у него что-то про Черную Субботу было. И себя травил десятки лет. Типа, я в лаборатории для ваших целей. Ну да, кстати, это может быть под Ози Осборна, но прочитать невозможно. Я думаю, что никто из судей не поймет. Если Рэм не будет им названивать посреди эфира и объяснять, то я думаю, это никто не поймет. Ну, как бы, если это так, то это понятно. Нет, отсылки есть. Я сам сейчас вспоминаю. Да, про Черную Суботу. Про я в лаборатории для общих целей. То, что Ози Осборн завещал свое тело ученым, чтобы те разобрались, почему он до сих пор не сдох. Эрнесто понял? Ну, Эрнесто красавчик, я не понял. И я думаю, что очень много кто не помнит. На обложке Ози Осборн, ребят, на сайте Семнашки нет обложек, извините. Обложку я не видел. В ожидании фанфика о том, что Рэм восседает на пике, фу, извращение какое. Но, честно, на слух это почти невозможно понять. Попробуйте, вот не видя обложку, просто по тексту это сказать. На сайте, у меня нет доступа к текстам на сайте, к сожалению. Я не официальный судья. Официальные судьи могут на сайте смотреть. Я судья неофициальный, я не могу. Да, окей, ну тогда, наверное, прочитается. Странно, что он на Genius это не добавил, посвящение. Потому что с ним было бы гораздо понятнее. Не, если есть у судьи, хорошо, судьи, наверное, поймут. Кроме тех, кто вообще не знает, кто такой Ози Осборн. В целом, да, но я говорю, я вспомнил там несколько отсылочек, которые у меня вызвали кринж еще при первом прослушивании. Типа, травил себя десятки лет. И учитывая возраст трэма. Если это от лица Ози Осборна, тогда понятнее стало. Окси практически всегда дрочил на рифмы, но это не делало ничуть хуже его треки с творческой части. Да, при этом, если ты послушаешь последние его треки, то там он гораздо меньше дрочит на рифмы, это гораздо приятнее слушать. То есть, когда Окси вырос как артист, он перестал дрочить на рифмы. Опа. И опять же, по исключениям, систему не судят. Нюберг сейчас глянул, и Элю Мейта, это пара 18-18 в пользу Джилла. Элю Мейт, сперва разговор про эту пару, потом настольный теннис. Я тебя жду. Без батлового трека было бы мало, и плюс рифмовку он тут сделал крутую, и по разнообразию критериев набрал. Я согласен, я согласен. С точки зрения критериев батловая часть добирает баллы по критериям, и за счет этого Рэм получает более высокую оценку. Я тут согласен, но я просто себе не засуну. Однозначно 22 балла, я не согласен. Мне кажется, что по тексту Рэм не натянул на 10 из 10. Ритмика просто великолепная, текст не слишком сильный, но из-за скорости, из-за умения воспроизведения с помощью дикции трек кажется классным. Да, но мы должны оценивать трек отдельно по критериям текст, отдельное исполнение, поэтому мы должны отделять. В этом наша задача. Минус огонь, да, инструменталы огонь вообще в этом треке. Минус разносит, круто звучит моментами по-рокерски, в смысле это очень по-рокерски звучит, и не моментами, а все время. Камон. Мне нравится гитара с овердрайвом на фоне, и типа вау, вокальчик с надрывом. Да, Рэм по вокалу безумно прокачался, это круто. Если бы у Джилии был один минус, это бы тоже было круче Джилии. В общем, вот так, Сибнашка, покажи себя во всей красе, покажи, чего ты стоишь. Я жду вердикта по этой паре больше, чем по какой бы то ни было. То есть без Нойс там действительно на два результата может быть. Здесь однокалиточная пара, если этот говноед пройдет, будет много вопросов. У вас и так сейчас будут проблемы с имиджем, у вас и так сейчас будут проблемы с репутацией, вы их можете себе охуенно усугубить. Дерзайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова